В Караганде на перроне железнодорожного вокзала торжественно встретили состав поезда Таулесы с Казахстан. В торжественном митинге приняли участие представители общественности, молодежи, областной ассамблеи народа Казахстана. Тариф на проезд в общественном транспорте Ак-Тубе может вырасти минимум до 80 тенге. Решением суда девочку подкидыша оставили приемной матери. История Бесенкуль-Аубакировой из Шардары Южно-Казахстанской области в один момент стала известной почти на всю страну. Женщина нашла у ворот своего дома младенца. Девочку решила оставить, но не смогла официально оформить документы. Спустя 8 лет власти пригрозили забрать ребенка и направить в детский дом. В Караганде на перроне железнодорожного вокзала торжественно встретили состав поезда Таулесы с Казахстан. В торжественном митинге приняли участие представители общественности, молодежи, областной ассамблеи народа Казахстана. Железнодорожный состав Таулесы с Казахстан стартовал 1 ноября из Астаны. В вагонах разместились представители семи министерств и трех национальных компаний Казахстана. Это квалифицированные специалисты, министерство здравоохранения, юстиции, образования, сельского хозяйства и многие другие. На перроне Карагандинского вокзала гостей осыпали традиционным шашу. За четверть века Казахстан сделал большой рывок вперед. Об этом на митинге заявила Кимгорода Нурлана Убакиров. Наша страна стала одним из ключевых государств Евразии, чье мнение имеет солидный вес в мировой политике. Независимость – это прежде всего и экономическая состоятельность страны. Благодаря единству и сплоченности нашего народа создано современное, сильное, динамично развивающееся государство, которое вышло на качественно новый этап государственного строительства. Караганда – первый город, в котором пояс Таульсазы Казахстан сделал остановку. Руководитель штаба Амиржан Альпийсов отметил, что Карагандинская область – это не только центр индустрии, это образец дружбы народов. Караганда – это не только центр индустрии. Караганда – это образец межэтнических отношений. Караганда – это показатель дружбы народов. Также Караганда – это место, где воспитывался, где начинал свою трудовую деятельность первый президент Казахстана. То есть именно отсюда начинается наше мероприятие. Руководитель штаба также отметил, что акция несет социальную миссию. В составе делегации – 271 человек. Из них больше 70 – это медики, специалисты высокой квалификации. В Караганде участники поезда пробудут двое суток. В программе – личные приемы, консультации по вопросам в сфере образования, медицины, социального обеспечения, юриспруденции. Состоится встреча в Доме дружбы. Будут проведены беседы и лекции, посвященные национальной идее Менгели Кьель. Из Караганды поезд отправится к жителям Актугайского района, а финиширует 14 декабря в Алматы, где состоится грандиозный концерт в честь 25-летия независимости страны. Тариф на проезд в общественном транспорте Акту-Бэ может вырасти минимум до 80 тенге. Говорят, что увеличить стоимость проезда необходимо по объективным причинам. Действующий тариф в 55 тенге не покрывает затрат перевозчика. От 80 до 100 тенге может стоить в Актуге проезд в случае, если власти пойдут навстречу ТО «Автопарк», заявившему несколько месяцев назад о необходимости такого шага. Как отмечают в руководстве предприятия, действующий тариф в 55 тенге не покрывает затрат перевозчика. Последний раз стоимость проезда повышалась в 2014 году. Однако с тех пор подскочили цены на все товары и услуги. И работать в таких условиях невозможно, подчеркивает представитель компании. Цена дизельного топлива, как вы сами знаете, с 99 тенге сейчас поднялась до 129, это почти на 30% повысилась цена. Цена на газ увеличилась почти на 80% сразу, с 25 до 45 тенге. Также повысилась цена на все комплектующие, запчасти, коммунальные услуги. Запчасти в большинстве закупаются за границей, так как автобусы у нас все импортные. В связи с тем, что курс доллара также повысился, начиная с 2015 года, цена на запасные части также увеличилась вдвое. Предприятие подсчитало, что при данном раскладе средний рыбночный тариф на перевозку пассажиров должен составлять не менее 148 тенге. Но, видимо, пощадив народ, компания предлагает поднять стоимость услуги как минимум до 80 тенге. Для сравнения, столько же стоит проезд в Алматы. Между тем, октябинцы от такой перспективы далеко не в восторге. Конечно, я считаю, что это очень дорого. Нам, студентам, и так непросто. Не всегда на хлеб бывают деньги. А нам в день ездить с двумя-тремя пересадками. Конечно, дорого. Не согласна. Пусть остается такой, какой есть, 65 плоти, мышь, это нормально. Лично по вашему карману сильно ударит? Конечно, у нас зарплата небольшая. Наверное, это реально, оптимально. 80-100 тенге – это реально? Ну, я так думаю, что да, наверное, с повышением, как, бензина. Не устраивает. 80-100 тенге. У меня пенсия маленькая. 39 тысяч всего в Аллатном. Для меня нет, для семьи, конечно, полностью, если считать. Для семьи это дорого будет. У нас в семье семь человек, допустим. Из них трое студенты. Я и работаю, а жена – пенсионерка. Бьет по карманам, конечно. Растущие убытки, связанные с ростом расходов, утверждает Руслан Желкоманов, плохо отражаются на качестве услуг и не позволяют повысить зарплату водителям и кондукторам. В случае, если Акимант не одобрит заявку автопарка, предприятие продолжит работать, но уже на износ, пока все автобусы, в конце концов, не выйдут из строя, подытоживает юрист компании. К слову, у перевозчика обслуживает 34 городских маршрута. В день на смену выезжают 300 автобусов. Решением суда девочку подкидыша оставили приемной матери. История Бесенкуль-Аубакировой из Шардары Южно-Казахстанской области в один момент стала известной почти на всю страну. Женщина нашла у ворот своего дома младенца. Девочку решила оставить, но не смогла официально оформить документы. Спустя 8 лет власти пригрозили забрать ребенка и направить в детский дом. Маленькая Иннабад с утра помогает своей маме подмести двор, полить цветы и накрыть на стол. Бесенкуль-Апа рассказывает, что девочку ей послал Аллах. 8 лет назад женщина у своих ворот нашла младенца, заявила в полицию и на время расследования девочку оставила у себя. Прошло 8 лет, маму так и не нашли. Это было на Курбан-Байрам. Утром рано я вышла во двор и увидела сверток. Там был младенец. У меня у самой трое детей. Я приняла эту девочку как свою. Вот и живем уже несколько лет. А вот недавно, когда начали оформлять документы, мне сказали, что Иннабад могут забрать. Мне даже страшно от этой мысли. Я не смогу без нее жить. Иннабад в будущем мечтает стать певицей. В школе, по словам мамы, у девочки оценки хорошие. А Иннабад, несмотря на свой маленький возраст, во всем помогает Бесенкуль-Апа. Она у меня не балованная. Мы с ней скромно живем. Бывает, ругаю ее. Но она же ребенок, как без этого. Мы планируем, что девочка станет певицей. Особенно это проявляется рано утром. Сотрудники районного отдела образования об этой истории тоже наслышаны. Пенсионерки помогли собрать документы и дело направили в суд. Прошло несколько процессов, и суд вынес свое решение. Мы собрали документы, подали в суд, и суд постановил девочку оставить у Бесенкуля-Апа. И дали разрешение на удочерение Иннабад. Теперь никто не сможет девочку уже забрать. По закону, мамой Иннабад является Бесенкуль-Абубакирова. Впереди у семьи большие планы. Самое главное – дать девочке образование. И как нам рассказала по секрету маленькая Иннабад, стать артисткой с большим именем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова